Очень часто мои и не только мои негодования насчет очередного попсового исполнителя встречаются с крайне авторитетной критикой от диванных пацифистов, главная цель которых доказать, что любое творчество достойно существования и вообще все молодцы и победила дружба. Однако поносить попсу считается нормальным и многие люди стесняются некоторых аспектов своего музыкального вкуса. Если и включают ту самую песню Кристины Агилеры в машине, то только с закрытыми окнами. Здрасте, вы на канале Сейна и сегодня мы разберемся, почему таки попса это плохо. Словосочетание поп-музыка в значении популярная музыка совершенно бесполезно, потому что она обозначает все и из-за этого ничего. В этом ролике я буду использовать слово попса, подразумевая под этим музыку, написанную по самым популярным лекалам своего времени. То есть созданную не просто, чтобы быть музыкой или доносить посыл автора, а именно чтобы быть популярной, ну и приносить деньги соответственно. Попса беспощадна к жанрам и идеям, продюсеры будут хоть пердеж темплировать, если на это будут покупать билеты. Поэтому будь то группа с электрогитарами, бойс-бенд с фанерой или татуированный торчок за диджейским пультом, все это может быть попсой. И диванные пацифисты снова чувствуют приток силы. Ну и что, что они получают деньги за свое творчество? Ты вот тоже делаешь ролики и получаешь за них деньги. Во-первых, нихуя я не получаю. Во-вторых, тут важна формулировка. Плохо не получать деньги за творчество, а делать творчество, чтобы получать деньги. В идеальном мире нынешняя система работала бы так. Самобытный, уникальный, крутой исполнитель. Работает, пишет треки у себя в гараже, учится, 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 выпускает свою работу, идет с ней в ближайший там музыкальный клуб. Или заливает на соответствующие ресурсы, где его уже поджидает доблестный продюсер, который берет его под свое крыло. Предлагает ему замечательный контракт за то, какой он самобытный и крутой. Готов помогать ему на всем его творческом пути. И они, блять, как Элли и Татошка, взявшись за руки, прыгают по желтенькой дорожке хайпа и фейма. Продюсер чутко следит за тем, чтобы его подаван рос и совершенствовал свой стиль, никогда не останавливался. А аудитория с удовольствием год от года принимает новые творения своего кумира. Многие думают, что это действительно работает так, однако реальность вносит в эту утопию свои коррективы. В действительности продюсеры не особо заинтересованы в поиске начинающих исполнителей. Заиметь хоть какой-то контракт могут только те, кто собирает уже маленькие залы. А в случае с нашей страной даже маленькие залы могут тебе не помочь, ведь ты можешь просто не попасть под вкус продюсера. Можете представить, какие вкусы у продюсера в нашей стране. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что моих родителей в детстве просто убил продюсера, а я тогда поклялся отомстить. Но дело в том, что это просто специфика профессии. Продюсер это в первую очередь бизнесмен, и для него первостепенно категории выгодно-невыгодно. Безусловно, не все такие есть артисты, которые существуют только благодаря своим продюсерам, но здесь мы говорим про воротил индустрии попсы. И человеку, который зарабатывает деньги на артистах, невыгодно работать с начинающими артистами. Они требуют больших вложений, денег и времени, а дают еще меньше гарантий, чем их хоть сколько-то известные коллеги. Также им невыгодно изменения в стиле, ведь не факт, что новая продастся. И это абсолютно нормальное суждение для человека, жизнь которого зависит от его продаж. По-настоящему выгодно именно эксплуатировать то, что уже популярно. Не так сложно отследить то, что сейчас вот вызывает реакцию аудитории, на что кликают. И настолько же несложно это воссоздать, вы все видели из-рэп. По той же причине есть продюсеры, которые и вовсе не берут существующих артистов, а просто создают своих. Мы берем смазливого мальчика или сисястую девочку, пишем, значит, текст с модными словами. Там должен быть тупой заедающий припев и вуаля, новый артист. И чем менее образованная аудитория, чем больше таких пустышек она способна схавать. А схавать, значит, поддерживать на главу их карьеру. Но чтобы было что копировать, нужно сначала придумать то, что будет популярно, задать тренд. Я в этом ролике вообще не говорю о том, что все потеряно, поднимаем тревогу, попса нас победила. Нет-нет-нет. В разговорах о формировании попсы всех исполнителей можно разлить на три условные категории. Создающие, прогрессирующие и доедающие. Создающие, что логично создают. Это, как правило, новаторы, у которых какое-то свое видение, свои идеи, свой взгляд на музыку. И они делают что-то, что кардинально отличается от всего. Они зачастую бывают даже совершенно неизвестными. Тут важно то, что они сделали какой-то новый звук. На музыке этих исполнителей вырастают другие исполнители. Вырастание исполнителя может случиться буквально за год. Ему просто звук понравился, и он начал там, допустим, сидеть в эфэлке, вот выводить всю эту хуйню. И став полноценными исполнителями, они становятся группой прогрессирующие. Они не создают нового жанра, но при этом развивают уже существующий. И если вы слушаете рэп, то, скорее всего, большая часть вашего плейлиста состоит как раз-таки из прогрессирующих исполнителей. И создающие, и прогрессирующие входят во все возможные топы, вешаются на билбордах, вносятся на аллеи славы, в списки лучших, рекорд Гиннесса и так далее и тому подобное. Однако есть те, кто никуда не вносится, зато денег имеет совсем не меньше. Это доедающие. Доедающие не взяли ничего хорошего из предыдущих групп. Они не пытаются что-то создать, придумать, развить, переосмыслить. Им важно сделать так же. Ну, не хуже, если смотреть издалека. Присосавшись к теме, которая стала популярной за счет идейно настроенных и действительно болеющих за это людей, они повыкачивают из этого деньги, а потом, если достаточно умные, смогут перейти в какой-то другой жанр и поддерживать уже другие чужие идеи. И основная проблема заключается именно в этих доедающих. Те, кто с самого начала не приносили ничего нового в музыку, будут тянуть свою лямку, пока их не перестанет слушать самый последний школьник. И все время, пока такой исполнитель будет прогневать изнутри, он будет занимать позиции в трендах, строчки в Apple Music, места на фестивалях, посты в пабликах. А тот самый самобытный уникальный исполнитель будет так и сидеть у себя в гараже, доедать дошек и думать, когда же его наконец заметят. Все, что я сейчас рассказал, становится очевидно каждому, кто столкнулся лично вот с этой музыкальной индустрией. И зачастую у тех самобытных исполнителей, которые сумели преодолеть этот барьер попсы, очень болит сердце за тех, кто еще не сумел этого сделать. И поэтому, когда вы видите на новом альбоме своего любимого исполнителя какой-то фит с ноунеймом, то знаете, скорее всего, он проталкивает талант. Он пытается противодействовать этой системе. Скорее всего, он сам так это не формулирует, однако он совершает действие именно в ту сторону. Вообще, попытки открытые идти против попсы всегда бесполезны и нелепы вспомнить хотя бы те протесты Шевчука. Ну, ки**а какая-то, я не знаю. Однако эта негласная борьба витает в воздухе, и именно поэтому людям стыдно слышать попсу в автомобильном потоке. Им не столько стыдно ее слушать, сколько стыдно ее одобрять. И как обычно, мои комментарии разделятся на тех, кто ничего не понял, и на тех, кто говорит, что все вышесказанное очевидно. Однако, очень важно осознавать, что вы часть той самой публики, которая кого-то принимает и не принимает. Именно вы решаете, что слушать, кому верить, кого превозносить, а кого опускать. Поэтому респектуйте крутым исполнителям и шлите нахуй вторичностей, и тогда мир будет спать спокойно. Ты знаешь, где кнопка подписки? И это видосы один старый, второй новый. На них кликать охуенно. Я тебе говорю, это вот, даже не знаю, вот как эту лапку у кошки потрогать, такую мягенькую подушечку. Примерно так же приятно. Примерно так же приятно.